Уважаемые товарищи, мы вновь с вами в Донаухале, где проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике. Последний день на помосте супертяжеловесы. Весовая категория свыше 110 килограммов. Очень мощная команда атлетов подобралась. И вот перед вами сейчас один из более известных спортсменов в этой компании Иржи Зубрицкий из Чехословакии. Это его третья попытка на 175. Вот видите неудачно. Но я специально решил начать нашу видеозапись этого атлета, потому что Зубрицкий хорошо знаком любителям тяжелой атлетики. 27 лет этому атлету из Праги. Он многократный участник чемпионатов мира, Европы. Был бронзовым призером чемпионата Европы 90-го года. И хочу отметить, что на чемпионате мира среди юниоров в 84-м году, это 7 лет назад, он завоевал золотую медаль. Большим опытом спортсмен. Но вот сейчас он закончил борьбу с результатом 170 килограммов. Конечно, вас всегда интересует вес атлетов, особенно вот в супертяжелой весовой категории. Вот это, обратите внимание на этого спортсмена. Он дебютант чемпионата мира. Это Ли Кай из Китайской Народной Республики. Он самый тяжелый. Его вес 160 килограммов. А сейчас на штанге, на штанге 177,5. Это была его третья попытка. Неудачный, как видите. Но до этого он дважды использовал свои подходы 165 и 172,5. Но мне очень хотелось показать вам этого спортсмена. Но главный вопрос, кто же все-таки должен повести спор за высшие награды? Это два популярных спортсмена. Вот Манфетт Нерлингер, спортсмен из Германии, любимец публики. Он дважды выступал на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, был бронзовым призером, в Сеуле серебряным призером. Но этот гигант достоин самого большого уважения. Ну и главный его соперник и претендент на высшие награды, наш Александр Курлович, олимпийский чемпион Сеула, чемпион мира. Итак, Манфетт Нерлингер, 180 килограммов рывок, это его первая попытка. 149, ровно его личный вес. Нерлингер как раз и заказал в первой попытке именно 180 килограммов. У Курловича по плану начать соревнований со 195. У хозяев помоста неплохая компания, прямо вам скажу. Это Манфетт Нерлингер, которого вы видите. И еще один спортсмен, это Мартин Завия. Мартин Завия был в Сеуле. Ну, в Сеуле олимпийскую золотую медаль выиграл наш Александр Курлович. Вторым был Нерлингер, проиграл 12,5 килограммов. И третьим был Завия. Так что этот, вот как раз он перед вами, Мартин Завия. И еще раз видим первую попытку Манфредта Нерлингера. Завия идет к этой же штанге весом 180 килограммов. Но он намного легче своего товарища по команде Германии. Так я напоминаю, у Нерлингера 149 килограммов. А у Завии 128 килограммов 250 граммов. 182-я попытка в рывке. Мировой рекорд принадлежит болгарину Крыстеву. Установлен 4 года назад 216 килограммов. Ох, как повела штанга по помосту. Но доволен, доволен Завия. Ну, Нерлингеру 31 год. 27 лет, 28 лет Мартину Завия. Он тоже неоднократный участник чемпионатов мира. Но, прямо скажу, что высоких результатов на чемпионатах мира он не показывал. Но бывал на седьмом, в восьмом местах. Но я уже говорил, он бронзовый призер Олимпиады в Сеуле. А этим все сказано. Тренирует его Рольф Мильзер. Его лучший результат в этом упражнении в рывке 192,5 килограмма. Но, тем не менее, он остался доволен, что зафиксировал во второй попытке 180 килограммов. Спортсмен из Южной Кореи. Вот мы вам показали самого тяжелого, а я теперь это самый легкий. Тай Хьюн Кин. 125 килограммов, 350 граммов. Его второй подход. В первом он зафиксировал 175. Вот Тай Хьюн Ким и Ли Кай из КНР. Это дебютанты чемпионата мира. Мы с ним не менее знакомы. Пока еще не выходил на помост лишь один Курлович. Нет, это попытка Тай Хьюн Кима неудачна. Одна попытка у Мартина Завия. Две попытки у Нерлингера. И три попытки у Курловича. Посмотрим, изменят ли наши тренеры и Александр свою первоначальную заявку. У нас вот Курлович перед вами. Интерес к выступлению атлета второго тяжелого веса огромен. Знаете, задолго до начала соревнований выстроилась очередь в Дунае-Халле. Дело в том, что организаторы объявили, что места не будут нумерованы. Поэтому пришли пораньше, чтобы занять места поближе к сцене, чтобы увидеть гигантов и получить удовольствие от их борьбы. Ну, еще раз подчеркиваю, тем более два спортсмена из Германии. И, естественно, интерес к их выступлению большой. Кстати, команда Германии перед последним днем входит в шестерку в командном зачете. Именно на шестом месте. Ну, а лидирует сборная команда Советского Союза, которой уже никто не догонит. На втором месте болгарская команда. Но вот если удачно выступит спортсмен из КНР Ли Кай, то, наверное, впервые в истории может получиться так, что сборная Китая обойдет команду Болгарии, которая многие годы вместе с нашими атлетами задавала тон на международных соревнованиях. В ночь самый легкий тяжеловес Тай Хюн Ким. Он выходит в ночь к 180 килограммам. Последняя его попытка. 22 года этому спортсмену, но не получается. 175 таков его результат. Он, кстати, выступал на чемпионате мира среди юньеров два года назад, где завоевал серебряную награду. На азиатских играх в прошлом году был первым. Итак, последний подход сейчас Мартина Завия. 182 с половиной. Интересная борьба, но пока еще не сказал своего слова Александр Курлович. Нет, здесь уже переигрывают тренеры германской команды. И Нерлингер выйдет на следующий вес. 185. К сожалению, не приехал на эти соревнования чемпион мира прошлогодний Леонид Тараненко. Он получил перед отъездом на соревнования травму и выбыл из борьбы. Но давайте посмотрим выступление Нерлингера. Вторая попытка. Рядом со мной чемпион мира в первом тяжелом весе Артур Акоев, который вчера был героем этих соревнований. И он в прошлом году выступал как раз в компании супертяжеловесов вместе с Тараненко и завоевал в нашей команде серебряную медаль. Вот сейчас посмотрим. Я хочу, чтобы, Артур, вы прокомментировали попытку Нерлингера. Нерлингер подходит к весу 185 килограмм. Посмотрим. Что случилось, как вы считаете? Ему не удалось взять этот вес. Вот сейчас при повторе будет вид, да в чем ошибка. Давайте посмотрим. Разочарованы немного болельщики. Вот, кстати, Рудольф Брюксвельдер сейчас только что промелькнул в первом ряду. Наш прославленный олимпийский чемпион. Тренер олимпийских чемпионов. Ну, вот что с тобой? Да, штанга осталась впереди. И поэтому не мог из седа уйти, да? Не мог встать. Ну, а теперь была техническая ошибка. Мартин Завлия тоже 185. Третья попытка. Ну, видите, как он удачно. 175 вырвал, потом 180, теперь 185. Ну, вот у него, конечно, желание обойти своего товарища по сборной Германии. Они, я уже подчеркиваю, так всегда соревновались. И в Сеуле. Нет, уж как-то очень быстро бросил штангу. Тоже неудачный подход был. Артур, а все-таки ваше призвание это первый тяжелый вес. В прошлом году вы просто ради, так сказать, команды, да? Я в команде, это с командой. Мне пришлось выступить супертяжа. Вы бы, наверное, если бы выступали, были самым легким в этой кампании. Видимо. Ну, что ж, вот, верите, Курлович пока пропускает. И 185. Третья попытка. Третья попытка Нерлингера. 185. Пока у него 180 в первой попытке. У второй попытки у Завии. Вот они, претенденты на призовые места в этом упражнении. Ну, а Леониду Тараненко принадлежат два мировых рекорда в толчке и в сумме двоегория. Но об этом чуть позже. Итак, 185. Манфред Нерлингер. Германия. Ну, надо остановиться. Ну, что ж, молодец. Вес солидный. Он становится лидером. Ну, в всяком случае, уже обеспечил себе как минимум серебряную медаль в этом упражнении. А вот что скажет теперь Саша Курлович? Вы знаете, я думаю, Артур, вы согласитесь со мной? Все-таки нелегко три попытки вот подряд. Да, использовать. Здесь же все-таки чемпионат мира проходит. Напряжение очень большое. Отповела штанга Нерлингера. Но все-таки сумел прямо на краю помоста остановиться. Итак, ждем выхода нашего спортсмена. Александр Курлович прекрасно знаком вам, уважаемые товарищи. Ему 30 лет. Он из Гродно. Тренирует его брат Николай Курлович. Итак, чемпион Олимпиады в Сеуле. Чемпион мира 87-89 годов. Чемпион Европы. Ну, мастер, как говорится, экстра-класса. Смотрим на табло. 195. Как раз тот вес, который и был заказан спортсменам и тренерами нашей сборной. Первые попытки. Справа Василий Алексеев, слева Леонид Гончаренко. Тренеры нашей команды. Много сделали для того, чтобы наши ребята с блеском выступили здесь, в Данао-Шинкине. Ну, вот и все, как говорится, стало на свои места. Гудлифт, как объявляет судья. Прекрасное движение. 195. И Александр уже оторвался от Мерлингера на 10 килограммов. Ну, если учесть, что он еще и легче, то значит, для того, чтобы выигрывать, германскому атлету нужно выигрывать у Курловича 12,5 килограмм в средствующем упражнении. Но у Курловича еще две попытки. Я вот вижу, на табло появилась цифра 200. Еще раз напомню вам, уважаемые товарищи, что спортсмену на подход дается две минуты. Вот если он сразу же должен выйти на помост, в следующую же попытку, то уже прибавляется ему, то есть, три минуты. Так что, какое-то время есть у Александра отдохнуть, так сказать, немножко набраться сил. Ну, но, как я уже сказал, конечно, это сложно. Подряд три попытки выполнять. 200 нет. Вот видите, на табло изменилась цифра уже. 202,5 килограмма. Артур, а на последних тренировках сколько вырывал Саша? Ну, вы знаете, Саша врывал 200, но очень легко. Больше он не подходил. Берег силы, да? Не только силы, понимаете. Перед чемпионатом мира можно получить травму, да. А это нежелательно. Как вот Леонид Тороненко, да? Неосторожно, одно неосторожное движение есть. Ну, спокоен наш шеф, главный тренер нашей сборной. Вот Юрий Сандалов. Вы знаете, очень много работают здесь наши представители Международной Федерации тяжелой атлетики. Николай Пархоменко, кстати, он здесь сейчас в жюри. Горушка Рапетян, первый заместитель президента Европейской ассоциации тяжелой атлетики. Юрий Сандалов, гостренер, и он тоже член комитета технического. Все трудятся на команду. Вот здесь и наша бригада, и врач сборной Юрий Наздрин, и массажист Евгений Савошко. Представляете, что такое быть массажистом вот у таких гигантов? Как размять мышцы и подготовить их к борьбе? Нелегкая профессия, прямо вам скажу. Итак, Александр Курлович, вторая попытка, 202,5 килограмма. Александр имеет лучший результат сезона. Он показал в Донецке на Спартакеаде 455 сумм. Здесь, кстати, 207,5 он вырвал в первом упражнении. Но чемпионат мира, конечно, не идет ни в какие сравнения. Вот немножко разворачивает штанга Александра. Смотрю на табло. Все трое арбитров засчитывают вес. 202,5. Вот это преимущество, я понимаю. 17,5 килограммов он уже выигрывает у Нерлингера. Ну, сейчас, наверное, уже дело тренеров и Александра. Пытаться использовать третью попытку или нет? Я думаю, что нужно. Запас есть, да? Потому что в толчке, я думаю, развернется борьба между Нерлингером и Александром Курловичем. Да, у них там и заявочные результаты, ну, так сказать, приблизительно одинаковы. 235 у Нерлингера, 237,5 у США. Почему нужно сейчас зафиксировать третью попытку, чтобы обеспечить большой разрыв? Так, третью попытку все-таки решает использовать наш атлет. 205, я вижу на табло. Вы знаете, в таких случаях, конечно, только сам спортсмен и рядом находящиеся тренеры могут решить, в каком он состоянии, как себя чувствует, можно ли идти на эту попытку. Я думаю, что, несмотря на то, что, Артур, вы предотвлекаете серьезную борьбу в толчке, тем не менее, разрыв такой большой, это надо, знаете... Не, я не предвещаю, просто так легче будет использовать эту попытку. Понятно. И получится приличная сумма. Вот, сейчас. Вы видели тренировочный зал. Зал здесь в Данао Шинкине, Данао Хали, как его называют, он такой неспортивный, будем там говорить, не очень высокий потолок. Скорее, это приспособлен для концертов, различных фестивалей. Довольно китушно. Но уютное, уютное местечко, как и сам город, находящийся на юге Германии, 70 километров от швейцарского города Циан. Цюриха. Тут наша команда добиралась в роще, они ведь, ребята, летели из Москвы до Цюриха, тут их встречали на автобусе, и всего, я говорю, 70 километров, это где-то час небольшим, поскольку горная дорога. Итак, третья попытка Курловича, 205 килограммов. Сегодня мы утром отправили нашу, группу наших спортсменов, ребят, которые уже выступили и остались. Здесь спортсменов только вот Артур Акоев, который рядом со мной в кабине, и на помосте Саш Курлович. Они приехали, позже других. Ну и вот. Ребята уехали в хорошее настроение, радостное. Ну что ж, уже 4 золотых медалей, больших медалей у нас в Камай, в копилке нашей. Молодец. Ай, да молодец. Ай, да молодец. Вот знаете, по-моему, зал так даже ахнул, и потом еще больше зауважал, по-моему, Александра. Вы знаете, он 205 легче поднял даже, чем 202. Да, тоже, я тоже обратил внимание. Ну что ж, молодец. Молодец Александр Курлович. Он бесспорный лидер. И, как видите, на 20 килограммов обошел серебряного призера атлета из Германии Манфреда Нерлингера. На 20 килограммов. Вы представляете, если еще учесть, что Саша легче, то 22 с половиной должен выиграть Нерлингер. У него во втором упражнении толчки. Ну, это, в общем-то, из области фантастики. Но, тем не менее, соревнования есть соревнования. Молодец, Александр. Достойный лидер. И вот как раз вы видите нашу комментаторскую кабину. Вот я помахал вам рукой. Рядом со мной. Ну, Артур, давайте, помашите своим близким. Вот кабина советского комментатора. Ну и у нас небольшой перерыв перед вторым упражнением. Толчком. Ну, что ж, атлеты отдохнули. И вновь выходят на помост один за другим. Второе упражнение. Толчок. Чуть было не произошла сенсация. Опытнейший атлет из Чехословакии Юрий Зубрицкий. Два раза выходил на 220 килограммов. Оба раза не брал вес. И рискнул. В третьей попытке заказал 220 с половиной. И с огромным трудом толкнул все-таки штангу. Ну, а сейчас перед вами атлет из Кореи. Южной Кореи. Это его вторая попытка. 225 килограммов. Первые попытки он использовал. И толкнул 220. Здесь, пожалуй, вот именно в этом упражнении поровней выступают атлеты. И молодой спортсмен из Южной Кореи толкает 225 килограммов. Пока не выходили на помост ни Курлович, ни Мерлингер, Мартин Завия, он стал бронзовым призером в рывке, зафиксировал 220. И вот сейчас ждет. На 227 собирается идти. Хочу вам сказать о популярности этого вида спорта. 48 стран делегировали своих атлетов. Давна у Шинкин. И соревнования эти вызывают особый интерес еще и потому, что меняется поколение, появляются молодые и талантливые атлеты. Это доказала и наша сборная. А впереди Олимпиада в Барселоне. И вот это главная ставка. Вот самый заядлый болельщик среди германских позвоников. Мартин Завия, Германия. 227 с половиной. Вторая попытка. Нет, нет. Не получилось. Заявочный вес в этом упражнении у Манфреда Мерлингера 235 килограммов, а у Саши Курловича 237 с половиной. Я сейчас обращаюсь с вопросом к чемпиону мира Артуру Акоеву. Скажите, Артур, а может быть нет смысла Курловичу рисковать и где-то начать более скромного веса? Уж очень большой разрыв. В любом случае взять спокойно и выжидать. Я думаю, для Курловича этот вес не представляет никакого труда поднять. Да, но если правильно, если вычислили, что он... Тут никакого риска нет. Нет, да? 247 результат Курловича на Спартакяде в этом году. Я уже говорил вам, что в сумме двоеборья у него лучший результат в этом сезоне 455 килограммов. А вот самый тяжелый атлет на наших соревнованиях. Я уже вам о нем рассказывал. Ли Кай из Китайской Народной Республики. Пытался он взять 227 с половиной. Неудачно, но завершил он соревнование вполне приличным результатом. 222 с половиной килограмма. Кто сейчас? Третья попытка Мартина Завия. Аплеты из Германии. Вот он появился. Настроен агрессивно. Завия на 227. Еще одна осталась попытка у южнокорейского спортсмена Тай Хюнгима. Итак, 227 с половиной. Толчок на помосте спортсмена из Германии Мартин Завия. Вот, смотрите, сколько радости. Вот даже такие гиганты могут и слезы пустить. Нет, свет-то не засчитан. Вот, посмотрите. Зрители недовольны. Но мы сейчас постараемся вот с помощью Артура Акоева узнать все-таки. Давайте посмотрим повтор. Это представитель Израиля, один из судей. Судейскую, кстати, бригаду возглавляет болгарин Эдельщев. Засчитали, да? И что же? Я не знаю, на табло написано один крест и два минуса. Это не засчитан. Крест не засчитан. Подали протест, что ли? Ну, возможно. Теперь уже дело жюри разобрать этот вопрос. Это, вероятно, все-таки из Тайвани арбитр, который дал оценку. Ну, давайте посмотрим, Артур, как вы считаете, в чем здесь соль? Ну, вот видите, он очень... Ну, я думаю, здесь можно считать вес. Не было дожима. Чуть-чуть, да? Тем дождьки не хватило. Да, просто его штанга вводила по помосту. Ну, на какой-то магазине он ее остановил. Можно было считать. Вот смотрите, видите, дожима не было. Сейчас посмотрим на ноги, как у него ноги. Были на одном уровне? Да. Вы знаете, произошло довольно редкое явление. Жюри посовещалось и не засчитало вес, но пришло к такому компромиссному решению. Разрешили Мартину Завеев еще раз выйти на 227,5. Но, конечно, взять после этого ему не под силу было. В итоге он завершил соревнование с результатом 220 в толчке и в сумме 400 килограммов. Ну, а сейчас начинает выступление Манфред Нерлингер. У него второй результат в первом упражнении 235 сейчас на штанге. Вот остались Фон и Курлович и еще одна попытка у южнокорейского спортсмена. Все в порядке. 235. Ну, Нерлингер и Курлович, они почти одногодки. Германский спортсмен лишь на год старше нашего олимпийского чемпиона. И представьте себе, сколько вот за все эти годы, что они занимаются любимым видом спорта, сколько же они тонн сумели поднять. Просто даже уму невообразимо. Но сейчас, по-моему, последняя попытка у Тайхюн Кима. 235. Ну и приготовится к Курловичу. Хорошо. Готова наша команда. И несмотря на то, что в ее составе мы не увидели таких классиков тяжелой атлетики, как Анатолий Храпатый, Юрий Захаревич, Леонид Тараненко. Молодые ребята сказали свое «я» и добились великолепных результатов. Ну и самый опытный здесь Александр Курлович и еще Юрик Саркисян, завоевавший серебряную медаль. 235. Третья попытка спортсмена из Южной Кореи. Кима. 220 взял, 225. Нет. Не получается, но я думаю, что мы с вами должны обратить внимание на этого атлета из Южной Кореи, которому всего лишь 22 года. Студент Сеульского университета. И он, я уже говорил вам, он на серебряный призер чемпионата мира за дюниоров 89-го года и победитель азиатских игр нынешнего, простите, прошлого года. Кстати, в этом упражнении у него лучший результат 222,5, так что он показал лучший результат на соревнованиях. Курлович должен сейчас выйти. Его первая попытка. На табло 237,5. Вот Лердингер уже отдыхает. Но он обеспечил себе уже серебряную награду. Я ничего предсказывать не хочу. Соревнования и соревнования. Давайте посмотрим первую попытку Александра Курловича. 237,5. Рекорд мира в этом упражнении в втором тяжелом весе принадлежит на линии нашему чемпиону Леониду Тараменко. Установил он его три года назад. 266 килограмм. Первая попытка всегда очень важна, да, Анатол? Я думаю, вопросов нет больше. Вперед на золотая медаль. Да, Саша спокоен. И вот уже здесь еще он выиграл 2,5 килограмма у Нерлингера. Я думаю, что так спокойно доведут они уже этот спор до конца. Собственно, это и не спор, будем так говорить, поскольку Нерлингер проиграл Курловичу, я уже говорил, в первом упражнении 200 килограмм. То есть, простите, 20 килограммов, но это гигантская разница, просто гигантская. Но, тем не менее, они оба достойные спортсмены. И Манфред Мерлингер продолжает выступление. Вот он идет на 240 килограммов. Ну, вы знаете, все может быть, вдруг ему удастся выиграть хотя бы одно упражнение. Хотя это из области, опять же. 240. 240. 240. 240. Продолжение следует... Продолжение следует... Вы знаете, вот этого, наверное, следовало ожидать. Курловича такой истинно бойцовский характер. Толкнул 240 Мерлингер, там пошла сначала прибавить, 2,5 еще нет. Александр решил идти на больший вес, 250 на штанге, вторая попытка Курловича. Сейчас, в общем-то, идет спор за высшую награду именно в этом упражнении. Толчке. Ну что, Артур, как? По-моему, нет вопросов. Да, ну что ж, попытка, конечно. Итак, Курлович толкнул 250 килограммов. Я думаю, упадет на 252 Мерлингер. Он тяжелее Курл. Ну вот последняя попытка Мерлингера. Он пытается все-таки выиграть хотя бы второе упражнение. А Курлович уже чемпион мира. А тут действительно никаких проблем уже нет. Но 252,5 на штанге. У Курловича еще одна попытка. Ну, может, все закончится. Не возьмет Мерлингер. Может быть, Курлович откажется от последней попытки. 252. Ну, интересная борьба. Во всяком случае, в этом упражнении. Нет, нет, нет. Все. Манфрес. Как ни тяжело, но проиграл. Я думаю, Саша откажется от третьей попытки. Он чемпион в толчке. Ну, что ж, дорогие друзья. Так уж получилось, что наша трансляция вдруг неожиданно закончилась на кульминационном моменте. Третья попытка Александра Курловича на 262,5 килограмма. Правда, она была неудачной. И, тем не менее, он с блеском завершил соревнование, выиграв три золотые медали. Стал чемпионом мира с суммой двоеборья 455 килограммов. На 30 килограммов меньшего серебряного призера Манфреда Нерлингера из Германии. А третьим призером стал спортсмен, молодой спортсмен из Южной Кореи Тай Хьюн Ким. 400 килограммов двоеборья, но он легче Мартина Завия, атлета из Германии. И спортсмен из Сеула, бронзовый призер этих интереснейших соревнований. Ну, а нам остается закончить наши репортажи с чемпионата мира из Германии, из Данау Шинкина, где с блеском выступила сборная Советского Союза, завоевав пять золотых медалей. Мы поздравляем наших атлетов, тренеров во главе с Василием Алексеевым. Всех, кто создавал эту победу, кто ковал ее. Победы и вас, дорогие друзья, болельщики. Мы чувствовали вашу поддержку. Мы на этом заканчиваем наши репортажи, организованные студией «Спорт». Комментировал Георгий Саркисьян. Всего доброго.